Родился 21 ноября 1920 года. По другим источникам, в 1925 году, на юго-востоке Украины в городе Пологи в семье парикмахера Абрама Натановича Френкеля, учился игре на скрипке под руководством отца. В 1938-1941 году учился в КГК имени П. И. Чайковского по классу скрипки у Якова Магазинера и по классу композиции у Бориса Литашинского. С началом Великой Отечественной войны, будучи высокого роста, приписал себе около пяти лет. Ему и так был 21 год. Призывной возраст в училище – 17 лет. И поступил в Оренбургское зенитное училище. Играл на скрипке в оркестре кинотеатра «Аврора». По окончании училища в 1942 году принимал участие в боевых действиях. Был тяжело ранен и после лечения с 1943 года до конца войны служил во фронтовом театре. Играя на рояле, скрипке, аккордеоне, после войны с 1946 года жил в Москве. Делал оркестровки крупных произведений и играл на скрипке в различных ресторанах столицы. Свою первую песню шел пилот по переулку. На слова М. Слободского я, Раскина, Ян Френкель написал в 1942 году. Будучи курсантом, однако по-настоящему ощутил призвание композитора-песенника только в 1960-е. Когда получила известность его песня «Годы» на стихи Марка Лисянского, в дальнейшем судьба подарила ему таких савторов, как Михаил Танич, Игорь Шеферан, супруги Константин Ван Шенкина и Инна Гофев, записал несколько своих песен с тульским государственным хором, которым руководил его друг народный артист РСФСР Иосиф Михайловский. В 1969 году, благодаря идее Марка Берниса, появилась облетевшая весь мир песня «Журавли» на стихотворении Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева. Ян Френкель выступал в концертах с исполнением собственных песен. Обычно публика пела вместе с ним. Его произведения были в репертуаре Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона, Георга Отца, Михаила Чуева, Нани Бригвадзе, Геннадия Каменова, Марка Берниса, Эмилия Горовца, Майи Кристалинской, Анна Герман, писал музыку к драматическим спектаклям, кинофильмам, мультфильмам, снялся как актер в трех фильмах, автор ряда статей на музыкально-публицистические темы, Член Союза Композиторов СССР, Михаил Танич писал, что Френкель, был очень талантливым мелодистом, тактичным и обходительным человеком в жизни. Из тех людей, у которых не бывает врагов, М.И. Танич, играл музыка в саду, М.Вагриус, 2000, Ян Френкель скончался 25 августа 1989 года в Риге. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Участок номер 10.